Бронзовый локомотив. Новосибирская команда завоевала медали чемпионата России по волейболу. После шестого места в регулярном чемпионате железнодорожники сумели подняться на педестал по итогам финала шести. Съемочная группа ОТС одними из первых поздравила команду, встретив в аэропорту Толмачева. Среди пассажиров рейса Москва-Новосибирск группа парней с медалями на груди явно выделяется. Даже после ночного перелета у спортсменов радостные улыбки на лицах. Позади непростой сезон, который несмотря на все трудности удалось закончить на мажорной ноте. Очень круто, до сих пор эйфория, до сих пор как-то это все, какой-то праздник длится. Очень круто, очень положительные ощущения. Вообще в целом хочу сказать спасибо большое клубу, команде, болельщикам, которые приняли нас посреди сезона. Приняли очень хорошо, нам было очень приятно. И вот это все какой-то один большой такой прекрасный момент. На Локомотив в финале шести после неровного регулярного чемпионата, если быть честными, мало кто ставил. Но железнодорожникам удалось прыгнуть выше головы. В группе Локомотив смог обыграть Дзенит Казанчим, обеспечил себе путевку в полуфинал. Там новосибирцы уступили будущим чемпионом Динамо. Причем после двух, в частую проигранных партий, вернулись в игру, не навязали борьбу. Но настоящую сенсацию железнодорожники сотворили в бронзовом матче, победив Кузбасс впервые в сезоне. Так получилось, что первая победа над Кузбассом получилась в последней игре. Ну и они, наверное, тоже немножко, конечно, подустали. Плюс там травмы Иван Зайцев получил здесь тоже, как бы сложились так обстоятельства. Но первые две партии, они играли здорово. И, может быть, если мы проиграли бы и вторую партию, первую проиграли совсем с разницей в два очка, и вторую тоже, если бы проиграли, могли бы и вообще проиграть как-то. Но хорошо, что удалось переломить игру, и там уже в следующих партиях было немножечко полегче. Почему после золота в прошлом сезоне бронзу в этом называют успехом? Такой вопрос, естественно, может прийти в голову людям, далеким от волейбола. Объясняем. Локомотив после чемпионства сознательно пошел на омоложение состава, сделав ставку на воспитанников. Так место основного связующего занял 21-летний Константин Абаев, заменив на этой позиции двукратного чемпиона мира Фабиана Джизгу. Много игрового времени получал и ровесник Абаева, блокирующий Дмитрий Лызик. А из усилений было лишь подписание диагонального Дражина Лубурича. Плюс добавим сюда пандемию, которая отразилась на команде и травмы ключевых игроков по ходу сезона. Как итог, шестое место в регулярном чемпионате и поражение по ходу сезона от всех основных конкурентов. Но в нужный момент Локомотив проявил характер, опередив более опытные по составу команды. Причем, по словам главного тренера Пламена Константинова, в этом заслуга всех, без исключения. Я считаю, что мы одна из команд, которая показала общекомандные игры. Во все игры выходили игроки, запасные, разные, и они помогали добиться хорошего результата. Поэтому я считаю, что это на самом деле победа всей команды, а не только отдельных игроков. Бонусом к бронзовым медалям Локомотив получил путевку в Лигу чемпионов. Второй год подряд команда выступит в сильнейшем клубном турнире Европы.